Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 июня, по празднству Вознесения Господня, Православная Церковь совершает память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного в ближних пещерах. Преподобный Агапит Печерский, врач безмездный родом из Киева, постриженник и ученик преподобного Антония Печерского, жил в XI веке. Если кто из монастырской братья заболевал, преподобный Агапит приходил к нему и самоотверженно ухаживал за больным, кормил вареной травой, которую готовил сам, и больной выздоравливал по молитве преподобного. К монастырскому врачу, обладавшему даром исцеления, обращались за помощью и многие миряне. В то же время в Киеве был опытный врач-армянин, который по одному виду больного мог определить степень болезни и даже точно определить день его кончины. Когда один из таких обреченных обратился к святому Агапиту, благодатный целитель с молитвой дал ему отведать пищу с монастырской трапезы и больной выздоровел. Разжигаемый завистью врач хотел отравить Агапита, но Господь сохранил преподобного и яд не подействовал. Святой Агапит исцелил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского, прислав ему вареное былье. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего целителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. Когда сам святой целитель заболел, к нему пришел тот самый врач-армянин и, осмотрев, сказал, что кончина последует через три дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Преподобный ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через три месяца. Святой Агапит почил через три месяца, 1 июня, не позднее 1095 года, а армянин пришел к игумену Печерского монастыря, покаялся и принял постриг. «Верно, что Агапит угодник Божий», – сказал он. «Я хорошо знал, что нельзя ему было при болезни его пережить трех дней, а Господь дал ему три месяца». Так преподобный излечил душевный недуг и направил на путь спасения. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Иустина, философа и другого Иустина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пиона и Валериана, преподобного Дионисия, игумена Глушицкого, святого праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного Иустина Поповича Чилийского, священомученика Василия Преображенского-пресвитера, мученицы Веры Самсоновой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!